В системе эдукации меры по профилактике распространения COVID-19 стали обовязковыми. Специалисты Центра гигиены проверяют, как они выполняются на сам речь. У обученной установки они проходят без попереджения. Сегодня до мониторинга 21-й школы долучились и наши корреспонденты. Здравствуйте. Ручки обработайте, пожалуйста. Он бесконтактный, да? Да, он бесконтактный у нас. Потом вымирание температуры и только тогда можно пройти про стурникет. Маски для детей не обовязковые. Им требует только опрацовывать руки, а вахтёру проверить у школьников температуру. Вы сейчас обрабатывали руки, а зачем? Чтобы не заразиться, чтобы не болеть, чтобы не заболеть коронавирусом. Чтобы не было на руках микробов и чтобы они были чистые. А вот дорослых без маски у школы не пропустят. Наставники корыстаться ими не забывают. Да и батьки худко выучили простые правила. В этой школе, кажутся у администрации, подчас первой хвали никто на коронавирус не захворил. Ни учени, ни педагоги. Зараз на больничных коле 10% детей, але ковид ни у кого не подтверждены. Наставники ж усе на працонных местах. Администрация и педагоги робят усе махчимое, каб хвороба у школу не пройшла. Справа еще и за батьками. Никого не сдевит ситуация, коле у школу я не приводит напал хворое дитя. Кажут, что это легкое покашливание и насморк. Есть такие ситуации, когда родители не обращают внимания на незначительные признаки ОРВИ. Такие, как сухой кашель, допустим. Или у ребенка болит горло, голова болит, ребенок жалуется. Мы тогда, конечно же, с помощью нашей медсестры обязательно проводим термометрию. И звоним родителям на работу, домой, просим ребенка забрать. У классов по махчимости в ушне рассаживают долей один от одного. Может, детям такое разъединение и не до сподобы, а для социального дистанцирования – способ заховать их здоровье. Так само кераминство купило рециркуляторы. Их утка установят у колидорах, столовой и фойе. Прежде всего, это как было видно в этой школе. Это проведено дистанцирование учащихся. Второе – это за каждым классом закоплен кабинет. Следующее – усилен дезрежим с применением дезинфицирующих средств вирулицидного свойства, чтобы убить этот вирус. Следующее – это мероприятия по термометрии как учащихся, так и сотрудников, чтобы не допустить заболевших в учреждении. Что вы замечаете в других школах? Может быть, есть еще какие-то недочеты, которые нужно устранять? Ну, к сожалению, конечно, бывают и нарушения. Например, такие встречаются замечания, как не проводится проветривание, причем в хорошую погоду не открываются фрамуги. Или, например, не всеми учителями предпринимаются меры по прогулкам, по организации прогулок или выхода из кабинета в рекреации для того, чтобы провести то же самое проветривание. Иногда, бывает, нарушают дезрежим, не выдерживается время экспозиции дезинфицирующего средства. Ну и, как правило, конечно, по рекомендациям госаназора стараются исправить, чтобы все в школе было хорошо. Как означает Сусветная организация охоты здоровья, подлетки и дорослые больше схильны до захворывания на COVID-19, чем дети в возрасте до 10-х годов. Большость у всех выпадков заражения подтверждает, что маленькие хлопчики-девчинки заражаются минавито после контакта с инфицированными дорослыми. Марина Северьянова, Игорь Марышенко, Телерадо, компания Гомель.